Уникальная выставка в честь Николая Лобачевского. Какая она, Луна? А вы уже купили новогодние подарки? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. 5 декабря состоялось торжественное открытие конференции «Эко-код». Ее основная задача – создание пространства, где студенты, молодые исследователи и их старшие коллеги могли бы обмениваться знаниями и идеями, которые приведут к решению вопросов экологии и природопользования. Вплоть до 7 декабря ученые и студенты Института экологии и природопользования будут выступать с докладами перед членами жюри и получат всестороннюю оценку своего проекта. В рамках этой конференции у нас приглашены спикеры из разных городов, совершенно из разных сфер. Их объединяет экология. И они показывают своими исследованиями, как студенты первого курса, которые изучают что-то сейчас, как эти знания могут пригодиться им в дальнейшем. Николай Иванович Лобачевский – великий русский математик, создатель неевклидовой геометрии или, как его еще называли, коперник геометрии, всегда вдохновлял студентов и преподавателей на развитие науки и создание уникального. Так, 5 декабря в холле Императорского зала Казанского федерального университета прошло открытие выставки «Магия геометрии». Подробнее об экспозиции узнаете в следующем сюжете. Николай Иванович Лобачевский оставил после себя большое наследие. Выдающийся математик был создателем неевклидовой геометрии, которая является одним из фундаментальных представлений об окружающей нас вселенной. Архивные записи, конспекты и письма. Это и многое другое было представлено на выставке «Магия геометрии» в Музее истории Казанского федерального университета. На этой выставке буквально на две недели представляем подлинные рукописи Лобачевского. Это документ, где он пишет о необходимости приобретения книг для библиотеки. Это обычный список студентов, которые он подписал в качестве управляющего округом. Кстати, в числе списка студентов юридического факультета присутствует некий Петр Пекарский. Он станет впоследствии академиком и историком русской литературы. Кроме того, мы специально для студентов представили диплом о награждении золотой медалью Василия Безобразова за отлично хорошее поведение. И этот диплом подписан, вы можете увидеть, ректором университета Николай Ивановичем Лобачевским, а также деканом факультета Иваном Михайловичем Симоновым. Именно он, след за Лобачевским, станет ректором университета. Большой вклад в создание экспозиции внес Институт дизайна и пространственных искусств, который подготовил стенды, картины и комиксы, рассказывающие о жизни Николая Ивановича Лобачевского и его достижениях в науке. Такой инструмент выражения, как выставки, это очень для нас актуально. И ребята молодцы, здесь смелость чувствуется во всем. Во-первых, это выборная тема, потому что это исторический персонаж, это наш герой, это великий Лобачевский. И это накладывает определенную ответственность. Связь с Востоком, это тоже такой новый подход. Вот эти диджитал-компоненты, саут-композиции, которые Адель Наильчику Снудинов обработал, это очень здорово, очень ценно. Ну и мошен-ряд, который делают наши молодые ребята, молодые студенты, это тоже такой новый инструмент популяризации науки. Мне кажется, когда наши студенты ищут интересные инструменты, самовыражение, это всегда очень ценно. Я им и горжусь. На выставке можно было увидеть работу не только студентов, но и преподавателей. К примеру, преподаватель Института дизайна и пространственных искусств Адель Хуснудинов представила экспозицию «Геометрия без границ. Революция Лобачевского». На большом экране была выведена моушен-проекция с геометрическими фигурами в движении. Наглядная демонстрация того, как простые фигуры на плоскости, по сути, и в клидовой геометрии, переходят в неевклидовую геометрию Лобачевского. Интересная задумка студентки третьего курса Дианы Камалитовой и преподавателя ИДП Ксении Левченковой также не осталась без внимания. Совместными усилиями они разработали комикс, изобразив главный этап жизни Николая Лобачевского и его становление как великого русского математика, в особенности период зарождения неевклидовой геометрии. «Это комикс про становление Лобачевского, как к нему пришли гениальные идеи, его сначала никто не принял в реальной жизни, а в комиксе его сразу приняли, поддержали, и его гений был сразу признан, то есть немножко такая иная история в комиксе. Исходя из того, какой нам зал предоставили, мы решили объединить такое современное прочтение Лобачевского, и также здесь представлены исторические рукописи, личные предметы Лобачевского, то есть на таком контрасте мы решили сделать такую выставку». Учащиеся из Китая Лю Тоу и Голи Нянь представили художественную интерпретацию научных цитат Лобачевского. Текст перешел в творческий акт. Ребята подготовили картины маслом, на котором главными объектами искусства стали образ Николая Лобачевского и здание Казанского федерального университета. «Мой друг Лю Тоу и я из Китая. Мы выполнили картины маслом по известным цитатам ректора Лобачевского, сочетая китайские и русские художественные элементы, а затем распечатали их на больших холстах. Рисуйте и выставляйтесь. Китайско-российская дружба навеки». Выставка «Магия геометрии» не похожа на другие. Студентам и преподавателям удалось не только рассказать об истории становления Николая Лобачевского как великого русского математика в интересном арт-формате, но и доказать, что даже самые сложные геометрические проекции могут быть преобразованы в завораживающее искусство. Николай Суховский, Тимур Ахметов, Кристина Отекина, Универновости. На протяжении нескольких миллиардов лет на поверхность Луны падали тысячи метеоритов, которые оставляли после себя большие кратеры. На данный момент их точное количество ученым неизвестно, но они работают над восполнением этого пробела в знаниях. Проект ведущего научного сотрудника Института физики Казанского федерального университета поможет более полному пониманию того, как на самом деле выглядит поверхность Луны. Ведущий научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Алексей Андреев запустил проект, который позволит систематизировать известные данные о лунных кратерах. В дальнейшем это поможет улучшить действующую систему навигации на Луне, ведь для этого необходима опорная сеть на поверхности, включающая кратеры с их селенодезическими характеристиками. Вместе с командой будет создан программный комплекс по регрессионному моделированию спутниковых наблюдений. Дело в том, что современные космические миссии получают топографические данные в разных системах отсчета. Для дальнейшей обработки этих самых данных их необходимо привести к единой системе отсчета. И именно такая задача стоит перед учеными. В настоящее время существует большое количество астрономических данных, которые были получены космическими миссиями для нашего естественного спутника. Нас в первую очередь интересуют топографические данные, то есть данные о высотах поверхности для всей сферы Луны. Проблема заключается в том, что эти данные получены в разных системах отсчета. То есть в каждой из миссий космических данные получили в своей системе отсчета ученые. Соответственно, наша задача заключается в том, чтобы эти данные привести к единому знаменателю или к единой системе отсчета. Полученные в ходе реализации проекта результаты станут основой для роботизированного освоения Луны с целью добычи и переработки содержащихся на естественном спутнике Земли полезных ресурсов, таких как вода, водород, металлы платиновой группы, железо и многих других. Проведя в дальнейшем морфологический анализ структуры кратеров и соответствующий отбор по большому количеству параметров, можно будет легко узнать возраст кратера, скорость ударного тела, в результате падения которого был образован кратер, а также угол столкновения астероида с поверхностью Луны. Исследовательская группа планирует спрогнозировать, есть ли в том или ином кратере полезные ресурсы и в каком количестве они там находятся. Как мы с вами знаем, этим летом была запущена миссия Луна-25, которая, к сожалению, успехом не завершилась. И, соответственно, те задачи, которые должны были быть в ней решены, они будут нуждаться в решении так или иначе. Ну, в частности, планируется совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Мягкая посадка может быть осуществлена только при наличии соответствующего координатного обеспечения, высокоточного, поскольку в настоящее время без соответствующей системы навигации посадку приходится осуществлять в ручном режиме. Соответственно, если мы систему координат разработаем, можно будет с более высокой точностью такую посадку осуществить. Научные изыскания являются очень актуальными, подчеркнул исследователь, поскольку в ближайшем будущем запланирован ряд российских лунных миссий, в ходе которых должны быть получены данные о вещественном составе полярных зон Луны, а также отработана мягкая посадка космических аппаратов и проведена высокоточная топографическая съемка. Елизавета Газизянова, Универ Новости. Декабрь только наступил, а магазины и торговые центры уже полны новогодними украшениями. На витринах росыпи сладких подарков, а рекламные баннеры предлагают новогодние акции и распродажи. О том, как маркетологи создают людям новогодние настроения и как праздники влияют на потребителей, расскажет моя коллега Валерия Карташова. С приближением Нового года маркетологи по всему миру активизируются, чтобы привлечь внимание потребителей к своим товарам и услугам. Этот сезон отличается особым праздничным настроением и возможностью для брендов увеличить свою прибыль. Однако конкуренция между компаниями возрастает, и маркетологам приходится искать новые подходы и идеи, чтобы выделиться среди конкурентов и сохранить лояльность клиентов. Одним из ключевых моментов является проведение праздничных акций и распродаж. Многие компании предлагают скидки, подарки и специальные предложения на свои товары. Социальные сети становятся важным инструментом для распространения информации о таких акциях. Все это, несомненно, влияет на потребителей и культуру потребления в целом. Начиная слишком рано продавать нашим клиентам, мы можем наоборот оттолкнуть их. Они перегорят и не захотят так активно тратить деньги. Новогодний период, он характерен высоким институциональным давлением на потребителя. Именно в это время мы меняем потребительское поведение. Предпраздничная суета уже охватила города, и магазины заполняются покупателями в поисках подарков для родных и близких. Ассортимент новогодних товаров поражает разнообразием. От традиционных елочных украшений до оригинальных сувениров и подарков. Новый год – это время, когда маркетологи могут использовать различные стратегии и подходы для привлечения и удержания внимания клиентов. Важно помнить, что клиенты ожидают индивидуального подхода и внимания, поэтому компаниям необходимо учитывать их потребности и желания, чтобы успешно провести маркетинговую кампанию. Что касается самих потребителей, то насколько рационально они подходят к своим тратам в преддверии праздников? Нагрузка на отделы маркетинга в этот период – они неимоверно выше, чем в любые другие дни. И использовать этот шанс должны все компании, безусловно. Это лучшее время в году для реализации сбытовых стратегий. Нагрузка на отделы маркетинга в этот период – они неимоверно выше, чем в любые другие дни. И использовать этот шанс должны все компании, безусловно. Это лучшее время в году для реализации сбытовых стратегий. Но надо помнить, что после этого прекрасного периода будет период спада, и, вероятно, необходимо не меньше усилий потратить маркетологам для того, чтобы компенсировать упадок спроса после новогодних праздников. Это выровнит деятельность компании, поможет решить финансовые вопросы, которые возникают вследствие падения спроса в постновогодний период. Главной причиной того, почему люди спешат приобрести новогоднюю атрибутику, сувенир и отпраздновать Новый год по всем общепризнанным канонам, является культура демонстративного потребления. Это явление, при котором люди стремятся показать свое богатство или статус через приобретение и использование дорогих товаров и услуг. Например, различные рекламные видеоролики по телевидению или в интернете показывают традиционный стол, где стоят шампанское, мандарины и бутерброды с красной крой. Потребитель неосознанно принимает это за обязательную традицию и может чувствовать себя неполноценно, если реальность не совпадает с ожидаемым праздником, который навязали ему компанией. Мы испытываем очень серьезное институциональное давление. Мы, это все мы, как потребители. Социум требует от нас приобретать и дарить подарки, накрывать богатый новогодний стол. И даже люди с низким социальным статусом, они не могут от этого отказаться. Они вынуждены тратить деньги, что увеличивает неравенство, подчеркивает неравенство и является определенным негативным фактором. Последствия демонстративного потребления могут быть как положительными, так и отрицательными. С одной стороны, это может стимулировать экономику, поскольку люди будут тратить больше денег на дорогие товары и услуги. С другой же стороны, это может привести к неравенству и социальной напряженности, поскольку не все люди могут позволить себе такие товары и услуги. Выход из этой ситуации лежит в осознанном подходе к своему бюджету и развитии критического мышления, который позволит разделить навязанной рекламой и то, что на самом деле хочется человеку. Карина Саяхова, Валерия Краташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. 17 преподавателей Ферганского государственного университета приехали в Елабушки, Институт Казанского федерального университета, чтобы продолжить обучение по программе современной технологии и интерактивные формы и методы преподавания в высшем образовании. Она направлена на получение компетенций в области управления качеством образования и эффективного применения инновационных технологий преподавания на примере Казанского федерального университета. Вплоть до 17 декабря слушатели будут изучать опыт разработки инновационных систем в образовании и их реализации в КФУ. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok